Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моей династии застройщиков, и я решила включиться на том же моменте, как мы остановились в предыдущей серии, потому что тут у нас просто, по-моему, знак судьбы. Айка пришла к Грейсу и говорит, хочу любви, хозяйка, хочу любви, просто не могу. Тут такой ходит красавчик, его зовут Нори, я просто не могу, как я хочу любви, ужасно, хозяйка, сделай с этим что-нибудь, скажи, что мне делать. Что мне делать, я не знаю, совсем я потерялась, потерялась, я не знаю, что мне делать. Я думаю, что Грейс у нас сейчас подумает, подумает и решит, как бы, а почему бы, собственно говоря, нет, а почему бы не позволить Айке отдаться чувствам, дать волю своим эмоциям, да, и почему бы, почему бы не попробовать, почему бы не попробовать, чтобы у нас Айка забеременела от Нори. Вот, я впервые в жизни вообще буду этим всеми сейчас заниматься, кстати, у меня впервые в жизни вот питомец какой-то хочет любви, вот прям просит, да, поэтому я думаю, что сейчас, в принципе, мы доухаживаем за нашим садом, и почему бы и нет, почему бы и нет, посмотрите, тут уже просто, тут уже просто Айка не может говорить. Боже мой, Нори, какой ты сегодня красивый, какой ты сегодня замечательный, такой, как никогда, прямо смотрю на тебя, не могу налюбоваться. Грейс у нас стоит и думает, боже мой, что творится, что творится, интересно, как на это отреагирует Филберт, но я даже не знаю, что ей делать, я даже не знаю, что ей делать, боже мой, это такая милота, я просто не могу, тут у нас происходит просто романтическая сцена, вообще, обалдеть просто, да. Грейс у нас просто в шоке, думает, боже, а что скажет Филберт, а если, а если же Айка забеременеет, а вдруг щенять нельзя, заводить было, ой, что делать, что делать, ну ладно, ладно, на свой страх и риск, если что, заберу их всех себе, вообще, без проблем, я животных люблю, я природу люблю, если что, всех, всех, всех заберу с радостью и буду их воспитывать, вот так вот. Хоть бы только Филберт на меня и наругался, я думаю, что он не будет на тебя ругаться, я думаю, что он просто поржет, вот, и даже обрадуется, как бы, почему бы и нет, действительно, почему бы и нет, ну что, ребята, тут такое интересное произошло событие, возможно, вы это уже заметили на записи, я просто не знала вообще, как это все происходит, в общем-то говоря, значит, у нас Грейс все поделала, да, все дела переделала, уже отправляется спать, хотя уже почти 7 утра, да, кстати, у нас сегодня первый день зимы, у нас наконец-таки наступила зима, да, и тут я, в общем-то, хочу найти действие, поощрить на спаривание, там вроде что-то такое, поощрить к спариванию, вот, а, ага, и тут оно у меня было недоступно, и было написано, что этот питомец недавно спаривался, и подождите пару дней, чтобы узнать результаты, слушайте, а сейчас доступно, слушайте, может, тогда еще раз попробовать? А, вот оно, вот так вот это, значит, выглядит, это, значит, в прошлый раз Айка сделала и так, без меня, без моего ведома, ага, вот так вот, значит, вот оно что, вот оно что у нас получается, вот так вот это выглядит, я просто ей-богу не знала, ну что, ребята, как у нас вот обстоят дела? Филберт вот такой вот весь почему-то вообще совсем какой-то раздетый, не знаю, почему ему вдруг стало так жарко, стал молодым горячим парнем, что ли, совсем, даже не могу предползать, почему он зимой уходит с голым торсом, ну да ладно, вроде как зрелище не из противных, а очень даже приятное, поэтому я не буду его за это ругать, В общем-то, да, он у меня тут ухаживает за садом, все хорошо, сейчас будет собирать урожай, вот, а Грейс у нас сейчас проснется, о, здравствуйте, Филберт, ну, я думаю, что Ник звонит у нас Филберту и говорит, и я опять-таки надеюсь, что ты на меня не обижаешься, друг, слушай, я вчера, возможно, был слишком резок, но я надеюсь, что все в порядке, Филберт у нас отвечает, да я же тебе уже говорил, что все в порядке, не волнуйся, я прекрасно тебя понимаю, и если бы кто-то ошивался рядом с моей сестрой, поверь ты мне, я бы тоже, как бы, вызывала на откровенный разговор, поэтому даже не беспокойся, я прекрасно тебя понимаю, все окей, да, кстати, приходите с Патрицией сегодня ко мне на день рождения обязательно, я попозже скину смс к вам адрес, да, я думаю, что все должно быть круто, я подобрала одно место, надеюсь, что вам понравится, что все будет окей, да, конечно, конечно же, мы придем, ты что, мы прекрасно помнили про то, что у тебя день рождения, да, кстати, с днём рождения, с днём рождения, дружище, все-таки ты хороший парень, я думаю, что все у нас с тобой будет отлично, да, отлично, вот так вот, мы попозже, да, конечно же, мы все-все встретимся, тоже не переживайте, да, а Грейс, кстати, а Грейс, вот пока он с Филберт занимается хозяйством, я хочу, чтобы Грейс у нас уже проснулась, наверное, да, давай-ка быстренько, быстренько, прям пулемётом сходишь в туалет, вот, давай, сходи, отличненько, я думаю, что мы с ней даже кушать не будем, вот, чисто так, вот сразу же вскочили, я думаю, вот сходим в туалет, тут ещё вымоем руки, почистим зубки и сразу же отправимся в одно место, конечно же, Грейс у нас в курсе, что у Филберта сегодня день рождения, да, и она прекрасно знает, что это человек, который действительно её спас, который её очень помог, который приютил её у себя, и, естественно, она ему многим обязана, ну, как она думает, так сказать, но сегодня день навыка, вот Филберт уже повысил навык, поэтому сейчас будет этому несказанно радоваться, и это просто прекрасно, как мне кажется, да, и, в общем-то говоря, Грейс прекрасно понимает, что, скажем так, самое малое, что она может сделать, это поздравить этого прекрасного парнишку с днём рождения, так, ты ещё здесь, пожалуйста, весь уже урожай собери, если тебя не затруднит, давай, мой хороший, давай, не ленись, собираю урожай, вот, и поэтому, и поэтому я думаю, что наша Грейс прямо сейчас приведёт себя буквально, вот, знаете, побыстричку в порядок, и ничего, даже не говоря Филберту, она отправится в одно место для того, чтобы купить Филберту подарок, да, вот так вот, она решила сделать это втихаря, конечно, я не знаю, Филберт наверняка заметит то, что Грейс в доме нет, о, ты решил, куда? На слёт скаутов, кстати, да, у нас же сегодня последний слёт скаутов, слушайте, а вот отлично, давай, ты тогда прям беги на слёт скаутов, действительно, вот, и у нас же до сих пор, кстати, мы не получили одну нашивочку, последнюю нашу вот эту вот нашивочку для того, чтобы стать скаутом уровня лоборок, я не знаю, ребят, что с этим делать, походу у нас Филберт не станет талантливым скаутом, к сожалению, не знаю, вот, честно, конечно, очень обидно, реально, я его всё детство и весь подростковый возраст учила с этими нашивками, но как-то вот так и не вышло почему-то, чтобы вот мы получили последнюю, не знаю, подумай я же ещё, что можно с этим сделать, да, а пока что, пока что действительно, отправляйся как раз на свой слёт скаутов, и Грейс у нас вот увидела, что Филберт отправился, да, и думает, отлично, так, давай, пожалуйста, ты там не упорно работай, расслабиться, ладно, пускай будет обычный режим, вот, и Грейс думает, ага, ага, отлично, Филберт отправился на слёт скаутов, ой, есть, конечно, хочется, просто жуть, но сначала, сначала дела, сначала подарок, а поесть я всегда успею. А вот куда, ребята, на самом-то деле отправилась наша Грейс, она запомнила путь, который показал ей Филберт, конечно же, такое, я думаю, не забывается, и она у нас быстренько-быстренько метнулась в мир магии, и она у нас прямо сейчас находится на аллее заклинателей, она прекрасно слышала, прекрасно узнала о том, что Филберту, как светлому магу, нужна волшебная палочка и метла, и поэтому она решила, что она именно это преподнесёт Филберту в качестве подарка, но я думаю, что мы с Грейс подарим именно волшебную палочку, вот, или, может быть, всё-таки метлу, я даже не знаю. Давайте мы сначала посмотрим вообще, что у нас тут имеется, вот здесь у нас волшебные палочки, да, да, купить палочки, книги волшебных питомцев, прекрасно, вот, отлично, тут у нас, кстати, тут у нас на лане, да, получается, межпространственный астралный продавец, вот, прекрасно, давай подойдём, да, используем. Здравствуйте, подскажите, а что у вас есть? Да, конечно, милая девушка, смотрите, что вас интересует, а нас интересуют, на самом-то деле, волшебные палочки, да, у моего друга сегодня день рождения, светлый маг, о, светлый маг, тогда, конечно, ему нужна хорошая палочка для того, чтобы комфортно колдовать, вот, пожалуйста, у нас есть в наличии три экземпляра, это деревянная волшебная палочка, это костяная волшебная палочка и натуральная волшебная палочка. Так, эта волшебная палочка создана не машинами, а руками лучших древоделов, каждая палочка по-своему уникальна. Слушайте, а вот костяная, костяная волшебная палочка немного прочнее классического варианта из дерева, только не спрашивайте, откуда взялись кости. Мне кажется, что наш Филберт, он всё-таки, знаете, такой вот прям классический светлый маг, он очень добрый, мне кажется, что всё-таки костяная, вот это не его вариант, хотя, конечно, с радостью, я думаю, Грейс бы купила самую дорогую для него палочку, но мне кажется, что вот ему подойдёт идеально, либо деревянная, либо натуральная, но, вы знаете, я хочу натуральная, я хочу всё-таки подороже, поэтому я думаю, что именно её мы и подарим сегодня Филберту нашему, вот. И да, кстати, тут у нас есть сфера волшебных питомцев, вот, даже не знаю, и книга обнуления бонусов, Зеленца, Грустицу, так, требуется уровень подмастерья, знаток, а что это за магия? Вот жаль, что тут не пишется, что это за отрасли магии, и ладно, давайте копим ему, вот, волшебную палочку, прекрасно, так, давайте я вот так вот, Грейс, хочу, я хочу её вот так вот сфотографировать, пожалуй, 100, пожалуй, 100, Sims, дай мне, дай мне сфотографировать вот эту вот всю красоту, потому что я тут впервые, да, вот так вот у меня Грейс покупает у Налани волшебную палочку, всё замечательно, всё прекрасно, вот, как раз таки видите, прям на витрине видно, что у нас тут всего лишь три экземпляра, вот, вот они, блин, прикольно, вообще классно, я не могу, я так рада, прекрасно, давай, возвращаюсь в штаб, кстати, как вы можете заметить, Филберт у нас до сих пор не дома, он занимается волонтёрством, поэтому мы просто тут шикарно всё успеваем, да, я думаю, что мы уже прямо сейчас будем, в принципе, возвращаться домой, мы уже всё сделали, всё, что нам было нужно, боже мой, какая красота, я просто, я просто не могу, ну как может быть настолько всё красиво, это же просто, это же просто нечто. Ну что, ребята, мы с Грейс вернулись домой, и я думаю, что сейчас пришла в голову ей идея, а почему бы не сделать Филберту ещё более приятно, и почему бы ему не приготовить тортик, да, мне кажется, что вот ему хорошо будет бисквитный, вот, мне кажется, ему очень даже подойдёт, кстати, у нас настала зима, можно было бы какой-нибудь зимний букетик сделать, так, у нас заплаточка хозяйничает в саду, всё прекрасно, всё как надо, да, и мне пришла в голову идея, как нам попробовать с ним получить нашу последнюю нашивочку, так, в общем-то, в описании к этой нашивке было сказано, что, кстати, чистое, влажное, стоп, она же была, она же была сухая, ничего не понимаю, ладно, пошли сушить одежду, вот, в общем-то, в описании к этой нашивке было сказано, что можно выносить мусор, поэтому я сейчас вот что хочу на самом-то деле сделать, я хочу, чтобы мы вместе с вами прикупили мусорное ведро, вот, и чтобы мы попробовали туда, собственно говоря, поскидывать мусор и попробовали его вынести, и таким образом попробовали получить нашу нашивочку. Каким образом мы это сейчас с вами сделаем? Во-первых, давайте, давайте, пожалуйста, вот у нас есть испорченная еда, вернее, у нас есть тарелка, давайте вот попробуем скинуть, во-первых, тарелку, а во-вторых, у нас тут есть целых два торта, которые вот надкусаны, я думаю, что их никто не будет есть, да, и мы их тоже отправим всех в утиль, да, ну давайте чисто попробуем, а ну-ка выбросить мусор, Филбрид, давай, пожалуйста, боже мой, хоть бы получилось, я бы так хотела, чтобы получилось, так, да, я открыла холодильник, ты ничего не смогла сделать, давай, пожалуйста, готовить тортик, вот, бисквитный торт, да, если вдруг Филбрид спросит, чем ты занимаешься, ты себя не выдавай, скажи, а это я так, это, это сюрприз, знаешь ли, да, не смотри, вообще, отвернись, уходи отсюда, да, вот, прекрасно, с облаточкой у меня, наверное, говорит, мистер Лойда, днём рождения, здравствуйте, да, для вас днём рождения, желаю счастья, здоровья, вы самый замечательный, господин на свете, да, я вообще просто в восторге от вас и от вашей семьи, всех благ, всех благ, вот, я думаю, что это примерно так и позвучало, слушайте, отлично, у нас засчиталось, вы видели, вы видели, засчиталось, да, отлично, значит, мы сейчас будем выбрасывать мусор просто, кто это? Леонид Хантингтон Третий, здрасте, а мы вас не знаем, а кто вы, а кто вы такой, Леонид Хантингтон, посмотрите, какой стиль, какой, слушайте, весь в отца, вы только посмотрите, какой у нас тут Леонид Хантингтон, это же вообще, боже мой, кореглазы, конечно, а Хантингтон, наверное, тоже кореглазы, боже, посмотрите, какой офигенный сим, о-о-о, ё-моё, слушай, Леонид, Леонид, ты огонь, я тебе скажу, а ты просто огонь, парень, да, очень прикольный, конечно, игра, молодец, ура, я смогла попросить навык, и я смогла испечь Филберту тортик, я так надеюсь, что ему понравится, слушай, великолепного качества, да ты умничка у меня, давай тогда добавишь свечей на торт, вот, хотя я слышала, что это теперь не спасает, если мы всё равно их могут надкусывать, но всё же, так, и отлично, вот так вот, ты у меня просто умничка, слушай, великолепный торт, давай садись, ешь тако с тофу, а я пока это спрячу сюда, так, а ты, Грейс, а ты, Грейс, знаешь что, пойди-ка ты сделай букетик какой-нибудь зимний, вот я хочу, чтобы ты это сделала, давай тогда сделаем какие-нибудь белые хоризонтены, например, вот, отлично, ей, заработана шивка скаутов, всё, ребята, победа, мы с вами победили, мы с вами победили систему, а тут у нас кое-кто пьёт из унитаза, я считаю, что нам нужно за это её отчитать, конечно же, вот, давай, мой золотой, выноси мусор, и скорее, скорее беги, беги отчитывать айку, беги сам в туалет, и беги, наконец-таки, получать свою нашивку, которую ты заслужил у меня, боже мой, как это прекрасно, я просто безумно, я просто безумно этому рада, что всё-таки мне пришла в голову эта идея, не знаю, почему я не сделала так раньше, но ладно, буду знать, да, и я думаю, что сейчас уже наш именинник приведёт себя в порядок, и мы будем организовывать вечеринку, мы будем организовывать вечериночку, по случаю дня рождения, да, Филберт уже начинает нервничать, уже начинает волноваться, хоть бы всё прошло нормально, не переживай, дорогой мой, я уверена, что всё будет отлично, что мы на славу повеселимся, давай вот освежиться, вот, отлично, перед праздником, друг, ты тут как? Давай уже скорее, получай свою нашивку, и будем организовывать праздник, вот, отлично, стал у меня бодрым, просто прекрасно, умничка, давай, 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 скорее, скорее, это знаменательный момент, ей, Ангелина, у меня получилось, я смог, я стал плодливым скаудом, класс, класс, всё, дорогой мой, я тебя с этим поздравляю, ты у меня просто, ты у меня просто молодец, и так, да, начнётся веселье, да, начнётся вечеринка в честь дня рождения нашего Филберта, ребята, и да, мы уже прибыли на место, и вот такой вот наш именинник сегодня, красавчик, вот так вот он выглядит, да, вот такой вот нарядик я решила, я хочу, чтобы он был сегодня вот в чём-то вот таком, и да, наши друзьяшки уже побежали потанцевать, вот тут у нас все такие красивые, нарядные, как вы можете заметить, все переоделись, все выглядят просто потрясно, Грейс у нас тоже не осталось в стороне, да, накрасилась, намалевалась, вообще посмотрите, какая просто красоточка невероятная, как и все, абсолютно, как и все наши друзьяшки, конечно же, да, вот Дия пришла, тут уже все танцуют за диджея у нас сегодня, а замечательный бородатый мужчина Фред Дюбуи, да, и у нас тут, у нас тут, кто у нас тут, а, уже не тут, вот она, вот она, наши дорогие, вот они наши симики, посмотрите, они даже вместе идут, сразу видно брат и сестра, да, боже мой, можно мне, пожалуйста, навести камеру на симиков, да, спасибо, вот они наши красавчики, наши братья Меркурий, Ник и Патриция, да, вот Патриция тоже оделась у нас для вечериночки, вот так вот она выглядит, вот так вот, она сменила образ, теперь у нее другая прическа, и вообще, мне кажется, что она просто невозможная красотка, и да, мы с вами находимся в Ази Спрингс, и я решила, что я хочу, чтобы наш Филберт отметил свой день рождения именно здесь, потому что, мне кажется, здесь для этого есть абсолютно все, и здесь просто потрясающие условия, здесь все шикарно обставлено, мне, по крайней мере, очень сильно это все нравится, так, давай, конечно же, давай, конечно же, начнем со всеми общаться, всех поприветствуем, ну что, Патриция, привет, я очень очень рад тебя видеть, я очень рад тебя видеть, с вами день рождения, да ты что, я так рада, на самом деле, здесь побывать, я уже и не верю, что, наконец-таки, ты тоже, что тебе тоже исполняется 20, а тебе, кстати, Ник рассказывал насчет меня, насчет того, что я подумала с университетом, да, дорогая, я очень поддерживаю эту идею, и я только за, чтобы мы поступили с тобой, и вообще всей нашей компании, чтобы мы поступили вместе в один университет, правда? Я очень рада, что ты поддерживаешь эту идею, ты решил, куда мы будем поступать, ну, знаешь, у меня на самом-то деле есть кое-какие наметочки, но я не знаю, как ты к этому отнесешься, будет ли тебе это интересно, давай это потом с тобой, давай это с тобой обсудим попозже, хорошо? Ты, кстати, отлично выглядишь сегодня, давай скажем, потрясающе, ты видела, что пришел Джеромчик, конечно же, конечно же, пришел Джеромчик потанцевать, он же не мог просто прошести день рождения своего сына, это же, само собой, разумеющийся, потрясающе, у нас так разусияло, да, и у нас сейчас Филберт, который видит своего папу, говорит, папа, боже мой, ты пришел, ты пришел ко мне на день рождения, спасибо, я так рад тебя видеть, ты просто не представляешь, ну вот, смотри, я уже и взрослею, вот так вот быстро пролетело время, да, Джером говорит, у нас действительно время пролетело невероятно быстро, с днем рождения, мой дорогой сыночек, посмотрите, Патриция такая милашка, прям смотрит на всю эту сцену душесчипательную и тоже радуется за вашей Филберта, ну просто, просто няшка-милашка, давай еще с папкой, я хочу, чтобы ты еще с папкой пообщался, и, конечно же, с остальными гостями тоже, вот, чтобы с тетей Ди, конечно же, толчок бедром, и с остальными нашими, конечно же, с остальными нашими друзьяшками, с нашими родственниками, нашими двойерными братьями и сестрами, так, жаловаться на все, жаловаться, жаловаться, давай пожалуйста мы например обсудим технику фитнеса и будем все зажигать вот замечательно а ты пока грейс а ты пока суть до дела давай быстренько с тобой куда нибудь поставим сейчас будем сейчас будем прицеливаться куда бы поставить чтобы комфортно я так думаю что вот он наш тортик и очень сильно надеюсь что не оттяпает кусочек ну что отлично мы выставили тортик да грейс давай конечно же тоже с филиппа общаемся твоему поднимем настроение давай его еще раз поздравим с днем рождения неловко неловко обнять ну окей давай неловко обнять почему бы и нет да грейс кстати давай с тобой перестанем и танцевать так ну что наша грейс сейчас отвела филберта немножечко в сторон куда подальше решила что вручить ему подарок вот так вот лучше лично да чтобы никто не видел чтобы никто не видел какую шикарную палочку она ему подарила так у нас тут уже а вечеринка на слава удалась потому что дэнчик у нас тут уже дэнчик у нас тут уже завалился поспать да в общем то сейчас у нас от обнимашки грейс говорит дорогой мой филберт с днем рождения с днем рождения тебя еще раз хочу сказать какой же ты какой же ты классный парень и вообще очень рада судьба это настоящее чудо ты очень сильно мне помог найти себя и вообще просто я и я желаю тебе знаю чтобы ты тоже точно так же как я нашла себя чтобы ты тоже нашел в своей жизни себя чтобы ты смог понять чем ты хочешь заниматься и чтобы чтобы ты не выбрал чтобы это доставляло тебе настоящее удовольствие и чтобы все у тебя было самым и лучшим образом потому что такой парень как ты заслуживает только хорошего филберт у нас просто сейчас просто поплывет так давай пожалуйста дружеский подарок ему вручим вот натуральная волшебная палочка что теперь пришло время для подарочков дорогой мой это тебе я не знаю понравится тебе или нет но знаешь я старалась и мне кажется что эта штучка тебе пригодится в будущем я по крайней мере очень сильно надеюсь что она будет твоей верной спутницей филберт о боже ты серьезно не конечно тебе у кого сегодня день рождения дурачок я конечно же открывай скорее боже мне мне так интересно что там стоило стоило у боже что волшебная палочка это волшебная палочка ты серьезно у меня теперь будет своя волшебная палочка грейс это это просто потрясающий подарок спасибо тебе огромное ты ты просто ты просто замечательная девушка давай мы удовольна обнимем грейс пожалуйста поблагодарю за то какое на тебе классно сделала подарок спасибо тебе огромное она просто прекрасная я еще изучу ее конечно же дома поподробнее но я уже вижу что она просто потрясающая грейс спасибо да пожалуйста тебе это тебе спасибо ты вообще ты мне целое место жительства подарил хоть и временное но все равно это же это просто несравнимо но я надеюсь что я смогу хотя бы таким образом этим скромным подарком выразить тебе свою благодарность так конечно о чем ты говоришь грейс это просто обалденно а патриция у нас посмотрите она просто не сводит глаз вот посмотрите вот на кого смотрит у нас патриция вот вы можете понять вот тут все занимаются своими делами кто-то танцует кто-то разговаривает кто-то знакомится джеромчик там тоже чем-то занимается своим интересным а патриция у нас косится в сторону грейс косится в сторону грейс и филберта и думает интересно что это девушка такая представила как свою подругу я слышала что они даже живут вместе интересные дела конечно да интересно что там у них происходит любопытно любопытно надо с ней познакомиться поближе что ли они к у нас посмотрите тоже косится в сторону и думаю так я не понял это что такое это что такое филберт мне мне кажется мне кажется или ты нарываешься так спокойно ребята спокойно я вас просто умоляю давайте вот без этого давайте без кипиша мы здесь просто друзья да давай филберт кстати представим патриции и нику грейс ну что патриция не скучаешь слушай я хотел чтобы ты познакомилась с моей новой подруга ее зовут грейс виласко а ну хорошо хорошо новая подруга говоришь да конечно я познакомилась давайте вместе с вами проследим за этим знакомствами ой грейс кажется тебя так зовут да филберт только что мне рассказывал о тебе сказал что ты его хорошая новая подруга я никогда тебя раньше не встречала вы недавно с ним подружились очень приятно познакомиться меня кстати патриция зовут ты кстати такая миленькая ой спасибо большое патриция очень приятно ты тоже замечательная девушка как я погляжу да знаешь мы с любитом совсем недавно познакомились вот просто знаешь мне нужна была помощь и филберт оказался очень дружелюбным вообще замечательным парнем и он согласился приютить меня у себя дома да ты что посмотрите да ты что прямо у себя дома вот так вот сходу это конечно любопытно но я думаю на то были свои причины да да я все понимаю о да да ты ничего не подумай действительно просто так оказалось что у меня нету дома я приехала из зеркального мира сюда поэтому осталась совсем одна филберт решил оказать мне помощь грейс замечательная вот так вот ну слушайте патриция вроде заценила грейс да ну так смотрите такие серьезные девчонки грейс у нас наверное думает ой что-то мне такое ощущение как будто бы эта девушка ревнует ко мне я надеюсь что это не что я надеюсь что я ошибаюсь и это не так потому что это было бы так странно понятно девушка из зеркального мира и уже живет с ним ага хорошо ну хорошо филберт все понятно все понятно да да очень приятно познакомиться он мне тоже взаимно взаимно вот так вот вот так вот так давайте мы все-таки сдуем свечки потом продолжим знакомиться все таки а к тихо 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 сейчас будет и грейс ты что куда ты пошла в туалет пропустишь самое интересное блин ну ладно ладно ничего страшного я думаю что сейчас крыс у нас прибежит но все ребята все это случилось боже мой я прям уж я не могу просто поверить что мы задуваем свечи что этот парнишка наконец-таки становится молодым персонажем поздравляйте поздравляйте нашего мальчика пожелайте ему что он этого заслуживает ей мы с вами и взрослеем ребят мы теперь официально молодые персонажи мне кажется что у филберта немножечко так фигурка стала другая и да кстати нам нужно сейчас будет сгенерировать черту характера вот и эта черта характера учитывая то что она третья последняя формирующая его характер учитывая то что мы с вами играем в династию застройщиков по правилам трис то как раз таки это че третья черта характера должна выбираться вообще без влияния кого-либо родителей там бабушек дедушек поэтому я думаю что мы можем легко воспользоваться вот этим кубиком который к нам пришел от самих разрабов и узнать узнать кем же будет наш филберт в итоге ух хоть бы только не какая-нибудь бабушка пожалуйста генератор смелуюсь я тебя очень сильно прошу ну что ж давайте на счет 3 сгенерируем черту характера раз два три опа скептик слушайте серьезно скептик посмотрите перфекционист скептик писатель слушайте мне кажется что это круто вот я не знаю мне кажется что в принципе у филберта есть что-то от скептика знаете что он такой вот не будет верить скажем так не будет верить каким-то просто слухом скажем так непроверенной информации и вообще всякие там сплетни его не очень сильно по жизни интересуют поэтому я в принципе довольна слушайте это кстати первый персонаж по моему у меня скептик вообще прикольно мне нравится мне нравится и кстати в зависимости от этой черты характера будет зависеть то какой именно общественный участок мы сможем построить в нашем втором поколении вот а может быть это будет и не общественный участок кто знает кто знает пока что пока что мы об этом не задумываемся ну что все готово вот такой вот вырос наш филберт посмотрите посмотрите какой офигенный молодой человек да мне кажется что действительно у него фигурка изменилась что он стал пошире в плечах вот слушай ты мне нравишься слушай какой-то интересный и мне кажется что черты лица у него тоже немножко поменялись мне кажется что нос стал немножечко пошире вот и возможно возможно немножко глаза стали побольше в принципе черты лица вот у него стали такими более габаритными я бы так сказала ну что друзья налетайте пожалуйста на тортик который мне приготовила грейс грейс у нас пришла о боже я что все пропустили вот журомчик такой вот это у меня самишка вымахал конечно вот это красавчик ого а тортик а тортик тортик приготовила грейс у интересно хорошая девушка хорошая так а мы тут разговариваем пока что с потрите да вот я думаю что сейчас просто все мои зрители верещат от восторга верещат от настоящего истинного восторга и удовольствия потому что этого момента ждали наверное вообще все да вот тут у нас вот такой вот разговор да и филберт у нас смотрит на про на патрицию и думает боже мой какая же она все-таки красивая и я ни за что на свете не поверишь такая девушка могла влюбиться в такого парня как я да конечно ник наверное просто что-то там себе придумал а жаль а жаль кстати покажи мне свои желания дорогой мой человек потому что я помню о ну тут все конечно ну тут пришел папка какие-то девушки когда пришел папка нужно с папкой конечно же пообщаться побольше папка это святое да я прекрасно тебя понимает дорогой мой слушайте мне кажется действительно вот я как-то раньше не обращала внимание а сейчас мне кажется что действительно при становлении молодым персонажем у сима еще не только как бы и фигура да еще и черты и черты лица меняются потому что мне кажется что действительно у нас филберт он стал немножко другим вот у него как-то более ну что ли черты лица по грубее стали потому что в подростковом возрасте мне кажется они более такими более мягкими более нежными что ли а сейчас у нас филберт вот прям вот прям парень такой вот не знаю вообще обалденно мне мне все нравится меня все устраивает кстати как тебе тортик как тебе тортик а кстати смотрю филя говорит про переезд и думает ты если что не думай да между мной игры с ничего нет я там к ней не приставал ничего потому что я сопляк по сравнению с ней да просто там так получилось в общем то это очень интересная девушка и судя по всему она оказалась хранителем временем представляешь хранителем времени да ладно я думала что нашему миру не достались такие люди с такими способностями ну вот представляешь она прибыла к нам из-за зеркального мира и она сказала что у нее к сожалению погибли родители и она совершенно не знаю можно понять что с ней не так и я всегда было это очень интересно поэтому поэтому она в итоге осталась вообще совершенно одна и я решил помочь ей узнать саму себя и вообще понятно понятно вдруг я тебе скажу да ты очень хороший друг очень добрый отзывчивый парень да ну знаешь мне кажется что на моем месте ты знаешь я в общем-то говоря познакомилась с этой грейс действительно она очень приятная девушка ну что фира дорогая расскажи мне как у тебя дела все ли тебе понравилось я очень хотел чтобы все прошло весело и замечательно как тебе клуб этот вообще понравился да да ты шутишь наверно просто офигенный филберг это было замечательный день рождения я очень рада что ты пригласил нас спасибо тебе большое и да кстати поздравляем тебя теперь ты вот уже совсем взрослый парень такой вообще такой замечательный очень я очень горжусь тем какой у меня двоюродный брат спасибо большое мне правда очень приятно слышать такие слова в свой адрес так ну что ты с папкой очень сильно хочешь поболтать давай поднимем настроение вот раз уж ты все равно хочешь поболтать да у нас тут завсегда та вечеринка интересно да это прикольно конечно было весело хорошо что мне удалось да кстати патриция ты не уходи я думаю что мне не простят зрители если ты просто так уйдешь отсюда давай пожалуйста повосхищаемся кексами мэй ты не уходи ну патриция стой нет она посмотрите убегает убегает от нас патриция ну подожди нет все ребят я не могу остановить я не могу на нее кликнуть она думает так все пора пожалуй что уходить отсюда а то я возможно взболтну лишнего чего-то еще как-нибудь себя поведу не очень красиво да ой боже мой я так рада я так рада что филберт сказал что их с грейс ничего не связывает это просто нечто интересно почему я вообще об этом думаю ничего не понимаю ничего не понимаю но мне почему-то очень радостно хорошо мы тебя поняли мы тебя поняли грейс окей так а мы тут общаемся с папкой папка говорит у нас я смотрю к тебе переехала девушка ты вообще поступил я считаю сынок как настоящий мужчина раз пригласил к себе грейс переехать я все слышал я все знаю о ее истории и знаешь я действительно тобой горжусь ты поступил очень здорово и очень смело взял быка за рога и решил действовать незамедлительно да ладно как ты можешь заметить наверное это действительно это просто две копии они между собой общаются вот вообще просто во всем всем они одинаковые прям обалдеть можно так ну что давай еще немножко с кирой потрындим раз уж она раз уж она тут у нас осталась вот с ней например повосхищаемся кексами раз патрица не вышла да патрица еще бы быстренько быстренько уйти кстати дорогая моя ты где ты серьезно ты плаваешь тут тоже боже мой да ты с ума сошла да ты просто с ума сошла посмотрите лежит такая звездой тут разлеглась в грязной воде слушай давай вылазь отсюда дорогая моя да кстати я очень хотела бы чтобы она познакомилась с ником меркурием вот но к сожалению он уже убежал да тут кстати смотрите тут у нас дремтим собирается наша призрачная это все я думаю что как раз слушайте почти пять утра обалдеть просто я думаю что нам уже в принципе можно заканчивать наше веселье да а это у нас кто рудольф солнце да я к этим на тебя посмотрю рудольф солнце слушайте какой парень офигеть ребята вы только посмотрите какой интересный парень это же вообще это же вообще он офигенный просто он и в кендру пошел и в папку пошел в александра года да это внебрачный сын нашей кендры солнце и с александром годом да любви там не вышло к сожалению там был только залет но слушайте парень у них вышел прям офигенный мне нравится так все дорогой мой давай уже хватай грейс и давайте будем отправляться домой ребята вы только гляньте у нас в нью кресте все замело боже боже мой я просто не могу поверить я вот сейчас только-только приехала со своими семьями домой а тут все белым-бело господи как же это клёво смотрится я просто в восторге еще такое знаете как бы не то ночь не то утро и вот этот вот свет фонарей падает на этот снег божем это просто офигенная в восторге вообще я просто в восторге как это все выглядит наконец-таки у нас настала настоящая зима мне кажется это очень круто так грейс ты бы переоделась а то щас замерзнешь у меня просто мне этого не нужно конечно же грейс тортик у меня красный палочка просто прекрасная ты вообще то просто сделал этот день рождения спасибо тебе огромное вообще за все да не за что дорогой мой ты что я же только рада была тебя порадовать я очень сильно старалась над тортиком ты же знаешь я не умею не готовить с ним вообще ничего вот но я думаю надеюсь по крайней мере что никто не отравится да ну ты что он был великолепен просто очень вкусный замечательный тортик спасибо тебе огромное это было прекрасно просто ой я согласна знаешь только я что-то так уже подустала танцевать что ли надо что ли мне уже спать отправляться то почти пять утра да конечно сейчас будем уже сейчас уже будем ложиться спать вообще без проблем так давайте все таки его мы звучишь то строить и так скептик у нас может построить во первых это библиотека во вторых это музей у нас да дальше 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 что у нас может построить скептик пока что не вижу а вот торговля предметы мебели мы можем построить мебельный магазин вот так вот именно вот ограничение скажем так вот что именно скептики они отвечают за мебель потому что например электронику игрушки скептики не могут в общем то говоря построить торговый центр по продаже электроники или там игрушек да также скептик может построить здание по торговле предметами искусства, ну, понятное дело, статуи, картины, да, также скептик может построить здание, отвечающее за торговлю книгами, так, и вроде всё, да, и всё, вот такие вот у нас здания интересные, мне кажется, что это очень даже прикольно, вот, ну, а там уже будем в будущем смотреть, что же это у нас всё-таки будет, или общественный участок, или что-то другое, скажу сразу, планы у меня уже есть, я уже знаю, что мы будем строить, вот, но вам я не скажу ничего, если хотите, можете предположить, в общем-то говоря, предложить мне версию свою в комментариях под этим видео, я буду очень рада почитать, давай, Грейс, иди, иди ложись спать, а мы с Филбетом сейчас, я думаю, немножечко поколдуем, потому что мне это прям суперинтересно, посмотрите, как это вообще будет с таким-то агрегатом, с таким-то прибором, кстати, Айка, Айка, ты у меня где? Ты у меня не беременна? Вот скажи мне, пожалуйста, дорогая моя, дорогая моя волчица, вот скажи мне, как ты себя чувствуешь? тебя не подташнивает, ничего, скажи мне, не чувствуешь ли ты, что внутри тебя еще кто-то, еще кто-то есть в твоем животике? Ты не чувствуешь? Мне бы очень хотелось, чтобы ты почувствовала что-то такое, не, ну слушайте, она вроде не беременная, вот видите, не так-то это и просто оказывается, вот так вот надо еще попробуй и сделай щенят, но мы будем пробовать, мы обязательно будем пробовать, так, отлично, мы зашли в кабинет, давай совсем чуть-чуть поколдуем, вот, и будем уже заканчивать серию, о, дать название, кстати, кстати, ребята, как вы думаете, как могут, как можно назвать нашу волшебную палочку? Вот я еще подумаю, да, кстати, давай всегда использовать волшебную палочку, вот, и давай, пожалуйста, мы с тобой тогда попрактикуемся, как мне это сделать? Волшебство, волшебство, учиться волшебству, давай, пожалуйста, мы пообучаемся какой-нибудь, например, практической мангии, вот, ну-ка давай, покажи мне, как это будет, слушайте, у меня у нас фигурка, он стал таким более, более, что ли, шкафообразным, не знаю, так, отлично, колдуй, баба, колдуй, дед, прекрасно, мы тут сейчас, да, я, конечно, хотела бы построить отдельный кабинет, все-таки, ну, как не кабинет, а комнату такую, единенную, комнату для всего вот этого, вот он, вот он наш светлый маг, ребята, смотрите, мне кажется, что это просто бинго, что Грейс у нас просто угадала на все 100%, посмотрите, как ему идет эта волшебная палочка, это просто нечто, посмотрите, посмотрите в этот взгляд, посмотрите, какой взгляд, посмотрите на этого уверенного в себе молодого человека, юного скептика, да, я все-таки довольна этой чертой характера, мне кажется, что он не подходит, вот, круто, круто, слушайте, прям очень, ой, как ему идет колдовать волшебной палочкой, ребята, я, я просто в восторге, ей-богу, мне кажется, что очень круто, он с этим всем выглядит, да, Айка, здравствуй, все, ребята, мне кажется, это просто очень очень длинная серия, поэтому я ранее, извиняюсь, если что, всем огромное спасибо за внимание, всем до новых встреч, всем-всем-всем-всего хорошего и пока-пока.